Эфир телеканала НЛТ продолжают новости Дагестан. В студии Зухралиева. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в выпуске. Экономно и безопасно. В Махачкале продолжается реализация пилотного проекта по установке умных счетчиков. Дагестанские леса и горы. Так считает один из федеральных порталов для путешествий. А где сами дагестанцы предпочитают отдыхать, смотрите через несколько минут. Три золотые, одна серебряная и три бронзовые медали. Таков итог выступления дагестанских тэквондистов на юниорском первенстве России. В столице Дагестана продолжается реализация пилотного проекта по установке умных счетчиков. Среди них и население, и коммерческие, и социальные объекты. Стоимость такого интеллектуального прибора учета газа составляет 30 тысяч рублей, но участникам программы он прилагается бесплатно. Среди плюсов это значительная экономия, ведь с помощью специального мобильного приложения можно провести анализ потребления, скорректировать режим работы оборудования и снизить расходы. Умный счетчик – это прибор нового поколения учета газа. Современное электронное оборудование позволяет максимально точно регистрировать объем потребленного газа и автоматически передавать информацию поставщику газа. Данное устройство самостоятельно определяет характеристики поступающего газа и приводит объем к стандартным условиям. При успешной реализации данного проекта в Кировском районе, конечно же, рассматривается вариант расширения зоны на весь город, в том числе и по всей республике. На сегодняшний день умные счетчики установлены порядка 300 жителям Кировского района столицы. Кроме того, участникам проекта – работники «Газпром» газораспределения «Махачкала» бесплатно проводят и проверку оборудования. Это повышает безопасность использования голубого топлива в быту. Все, что нужно от абонента – это предоставить доступ сотруднику к своему газовому оборудованию. Жильцы, которые установили счетчики, уже сэкономили от 30 тысяч рублей, получив бесплатно прибор учета, услуги по его установке и услуги технического обслуживания внутридомового газового оборудования. В Дагестане в разгаре окотная кампания. Специалисты прогнозируют хорошие результаты. После благоприятной зимы ожидается большой приплод. В регионе сейчас насчитывается порядка 1 миллиона овцематок. Из них уже окатилось более половины поголовья. Ягнение овец началось во всех хозяйствах отгонного животноводства. Активные темпы наблюдаются в Кочубейской, Бабаюртовской, Кизлярской и Кизельюртовской зонах. Завершиться кампания должна до конца апреля. Дагестанские леса и горы назвали идеальным местом для снятия стресса. Наши природные достопримечательности оказались в топе 8 локаций России, подходящих для информационного детокса. Такие данные приводит один из федеральных порталов для путешествий. Согласно исследованию, туристы чаще всего ищут отдых от технологий на природе. Палатка прямо в горах Дагестана – идеальное решение, считают эксперты сервиса, чтобы наслаждаться тишиной и красотой природы. Тем временем корреспонденты ННТ решили узнать, как сами дагестанцы восстанавливают свои силы и где предпочитают отдыхать от городской суеты. Во-первых, наверное, я поехала бы в горы к родным, вот это прямо успокаивает. А мне кажется, там отдохнуть можно, вот пойти в место, где тебе комфортно. Там к друзьям пойдешь, к подружкам, там, и все, уже отдохнула, вот психологически, так сказать. И если там возвращаешься домой, где тебе хорошо, уютно, это уже как бы отдых. А технологии? Я просто спокойно сижу с невестой, разговариваю, и все. А что делать? У вас такой детокс. Или дома лежу с маленьким, молодчим братом, играюсь. Перезагрузиться помогает поездка куда-либо. Так как у меня умственная очень работа тяжелая, я бухгалтер. Из-за отчетного периода очень все это напряжено было, вот очень с удовольствием поменяли. Выбрали Дагестан все-таки? Да. Почему? Не знаю, давно хотели, многие советовали, решили вот своими глазами увидеть. Как восстанавливаете свои силы, когда психологически вы уже устали? На природу выезжаем, как отдыхаем, книги читаем. Кунип, очень хочу на Царскую поляну, беседку Шамиля. А, и еще сегодня я вот была в театре, значит, я просто ужила, я хочу жить. И еще картины. Это я вообще, это один, эти. Ну, не знаю, мне очень нравится Кисловод. Есть Интукия, очень любим с детьми отдыхать. А, то есть вы за пределы Дагестана даже выезжаете? Выезжаем. А внутри Дагестана? А внутри Дагестана, наверное, в свое село родное, Буйнакский район. И хотим отдохнуть в Дагестане, посмотреть все, что можно. А у вас уже есть план, может быть? Нет, вот у нас есть сопровождающий, который нам все покажет, расскажет. Карата, Ахмарский район. Что вам именно там нравится? Что вам помогает? Там лес у нас, красивые речки, много чего интересного. В Татарстане в торжественной обстановке прошло открытие новой мечети. В нем приняли участие представители духовенства, первые лица Братской Республики, общественники и благотворители. Заместитель муфти Дагестана Абдулла Салимов поздравил жителей Татарстана с радостным событием. Мечеть в селении Новая Тура Зеленодольского района была возведена за 4 года. Здесь предусмотрели все условия для богослужения. В хадисе пророка, саллиллаху алиссалям, говорится, «Кто построит ради Аллаха мечеть, то Аллах построит ему подобное в раю». Здесь нужно подчеркнуть два слова. Во-первых, «подобное» значит, наша мечеть должна быть качественной, должна быть красивой. То есть это прекрасно, когда мечети лучше, чем дома в деревне. То есть самое красивое здание в поселке, в деревне, в городе должна быть мечеть. И вторую фразу, которую хотелось бы подчеркнуть, это Фильджанна, что ему построится дом в раю. Значит, его адрес – это рай. И о спорте. Три золотые, одна серебряная и три бронзовые медали. Таков итог выступления дагестанских тэквондистов на юниорском первенстве России. Соревнования среди спортсменов не старше 17 лет проходили в подмосковной Рузе. В заключительный день турнира отличились Аминат Рамазанова и Шахбан Бугдаев. Перед этим награду высшей пробы в весе до 78 килограмм выиграл Юсуф Меликов. Победители войдут в состав сборной команды России для участия в первенстве мира, которое пройдет осенью в Южной Корее. А в спортшколе при Миноборнауке определились победители зимнего первенства Дагестана по футболу, посвященного десятилетию воссоединения Крыма с Россией. Старт с соревнованием был дан еще в ноябре прошлого года. Их участниками стали 75 команд в 9 возрастных категориях. В пяти из них лучшими стали футболисты Академии Динамо имени Льва Яшина. Три чемпиона у хозяев площадки спортшколы Миноборнауки и одно золото у команды Маунт Бойс. Уже в конце месяца участники первенства сыграют на республиканском этапе школьной футбольной лиги, инициированной главой Дагестана Сергеем Меликовым. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова